ну что я думаю что мы можем начинать для тех кто первый раз пришел на этот цикл лекции я представлюсь меня зовут дмитрий круглых автор ведущий канал философское мнение телеграм-канал и так далее вот я делаю такой фактически популяризаторский курс лекций который направлен именно на просвещение очень достаточно так кратко ознакомительно со средневековой какой-то традиции связанная с христианством то есть как оно было связано как она себя представляла как она себя являла и наверное одно из самых таких ну опять же да вот все величины которые мы брали северин боец августин и так далее все в какой-то степени они были по-своему большой такой величиной вот сегодняшняя наша с вами величина которая не была признана церковью во многом считалась еретической его в принципе не признавал вообще никто человек который бился просто за свободу такой знаете средневековый фактически певец свободы то есть вот начиная от самых раненых самой ранней жизни до своей это как раз пьер абеляр то есть вот мы сегодня поговорим про абеляра но я думаю что так или иначе вы как-то слышали про абеляра и элоизу это с одна из самых романтичных как как вам представляется история любви может быть я вам сегодня расскажу чуть инаковую историю но это на самом деле романтичная история но которая заканчивается спойлер плохо пьер абеляр надо сказать что он позаботился о том чтобы его биография сохранилась он одно из его произведения но как раз посвящено именно автобиографии то есть она называется история моих бедствий история моих несчастий вот он пишет под конец жизни уже такую вот историю которая и забил изобилует достаточно красками подробностями то есть у него видимо была потребность рассказать о себе то есть вот уже находясь преклонном возрасте историю своей жизни чтобы ее вот как-то не забыли чтобы ее помнили ну и так далее то есть и это с одной стороны очень важный текст литературный да с другой стороны философский наверное он менее важный то есть для литературы можно сказать что для философии такой знаете обыденной идеологической он важен тем что он там очень много говорит про свободу он очень много говорит про свободу он говорит про несовпадение взглядов все таки философию него будут посвящены другие работы и вот из всех персоналей которые здесь были которые здесь будут а это наверно один из самых философствующих верующих которые вообще были потому что все остальные что-то они там про бога и так далее а пьера беляр он все-таки про философию то есть он как раз про философию и как раз вот про вот эти вот вещи надо сказать что он родился примерно в одиннадцатом веке в 79 году одиннадцатого века надо сказать что про провинциальный мальчик мальчик из провинции но не из самой прям бедной семьи однако он говорит о том что в принципе его отец в принципе его отец он был рыцарем поэтому такие в принципе достаточно зажиточные то есть имели свои какие-то небольшие владения то есть у них были вот небольшие владения все было на неплохо вот абеляр сам по себе то есть он сам про своего отца пишет что ну что что поделать солдафон сын рыцаря солдата да поэтому его батенька скажем так умом как скажем так аккуратно скажем что как часть людей которые сопричастны каким-то военным скажем так профессиям ну не всегда сопричастны знанием вот аккуратно скажем эту фразу вот собственно абеляр оказался в этой же ситуации значит он про своего отца вот этот примерный пишет и говорит при этом при всем одну такую достаточно простую вещь он говорит о том что в принципе его с детства тянуло к знаниям вот это вот тяга знаниям надо сказать что так получилось что абеляр был самым старшим сыном семье как мы с вами знаем из любой европейской сказки да что старшему сыну достается все лучшее и так далее и собственно говоря абеляру тоже должно было достаться все самое лучшее все наследство должно было ему перейти как старшему сыну и так далее но абеляр от этого от всего отказывается то есть он выбирает как раз путь знаний путь науки у него достаточно такая скажем так спорная биография в плане науки в плане теологии в плане любовных отношений но тем не менее он выбирает как раз вот этот вот путь а и становится вагонатом то это такие это школьники которые бродили от одной школы к другой то есть это были не просто какие-то ну скажем так вот условно говоря мы потом с вами еще обязательно пройдем какой-нибудь там фома квинский который прям хочу быть с одним орденом и все а здесь как раз попытка там поучился чуть-чуть тут поучился еще в другом месте получился такой условно говоря интеллектуальный бродяжник вообще вот к таким интеллектуальным бродяжникам в средние века естественно относились плохо и ну потому что да прилично да надо вступить в партию что в партии все было там регламент там устав в орден я имею ввиду да вот чтобы там был устав чтобы продвигаться по карьерной лестнице вот это вот все было но вот как раз абеляр становится таким христианским ну если хотите беспартийным то есть он становится таким фактически беспартийным и более того он встречается например с таким сначала он обучается у расцелина потом обучается и у гиома из шампо и он начинает собственно говоря вот какую-то знаете свою линию начинает гнуть то есть он прям начинает юноша очень такое со взором горящим достаточно дерзкий а для того чтобы высказываться против того что им говорят то есть вот эти вот все теологические мужи на тот момент которые возглавляли те или иные церкви или иные школы и так далее они не привыкли чтобы им им кто-то говорил нет вы не правы а вот как раз у пьера абеляра у него вот эта вот позиция а вы не правы а давай а давайте с вами поспорим а давайте будем разбираться кто прав а кто не прав и конечно он тем самым он так или иначе он наживает себе врагов да то есть у того же самому то есть это чем-то история может быть похоже на отношения платона и аристотеля потому что если вы помните да то платона с аристотелем то тоже отношения были натянутые мягко говоря потому что аристотель вот был тоже такой юный спорщик а платон вот прям как основатель академии был таким вот академиком очень правильным у аристотеля там вообще кольца были на руках и так далее все платон не нравилось вот и у абеляра собственно говоря вот это уже как То есть он начинает вбрасывать, условно говоря, философский дискурс, его начинает интересовать активно философия, то есть его начинает очень активно интересовать философия, и ему очень много в рассуждениях теологов не нравится. И он как раз против этого очень выступает, фактически вызывает их на всякие... поединки, но понимая, что всякие разные процессы, они неизбежны, он просто берет и устраивает свои собственные школы. Ну то есть если, это называется, если никакую институцию нельзя в нее влиться, надо самому организовать. И, собственно говоря, всю жизнь Пьера Беляра, забегая тоже немножко вперед, надо сказать, что Пьера Беляра, он всегда старался, он никогда не вживался в какие-то существующие на тот момент структуры. Вот, и ему приходилось, скажем так, делать свои школы. Понятное дело, что будучи достаточно хорошим оратором, к нему приходило достаточно большое количество учеников, и потихоньку католических священников это начинало очень-очень сильно пугать. Ну то есть какой-то вот человек, который там собирает еще вне институции, происходило небольшое обострение между Абеляром, то есть чем больше он набирал свою славу, популярность, известность, чем больше восходил он к свету, то естественно тем больше католические священники задумывались, а надо ли нам вот это вот держать под боком, чтобы это было, и чтобы еще в массы вносил какие-либо сомнения. И, собственно говоря, там были попытки, чтобы как раз у Абеляра были какие-то такие тоже замашки, потому что там пытались, скажем так, с ним по-разному договориться, то есть его пытались и включить в эти системы, но надо понимать, что, еще раз повторюсь, он ни в какие системы, в принципе, не вживался своим философствованием, поэтому здесь это надо понимать. И более того, у него появляются вот эти вот идеи, что, значит, с Расцелином тоже поругался. Был созван собор, насколько вообще Абеляр прав или не прав, то есть там вот находит прям до такого. Он в поисках такого, знаете, очень тоже напоминает дед Сократа, который вот подходил на улицах к людям и вот приставал с вопросами. И тут Абеляр узнает, что есть некто, как Ансель Мланский. Значит, человек очень, скажем так, преклонного возраста, очень такой порядочный у Абеляра, тоже уже своя слава-то определенно имеется. Вот, он к этому Ансель Мланскому как раз приходит и говорит. Ну, он его начинает слушать, он его как-то так воспринимает, его речи. Обязательно, если будет потом возможность почитать историю моих бедствий, обязательно почитайте, там вот такое очень, знаете, прям протестное настроение. Он его, в принципе, фактически говорит. Ну и что, что он старый? Ну и что, что он старый, ничего страшного. Как бы его, смотрите, очень такой тоже интересный вопрос, который Пьер Абеляр говорит о том, что даже если человек старый, да, долгое время преподавал там где-то, это не значит, что он заслужил себе какое-то уважение только потому, что он старый. И, естественно, Пьер Абеляр, он говорит, он такой же в принципе, да, он про Ансель Мланского говорит, что он, там, фактически говорит, пришел я послушать великого мастера, а получил фиговое дерево. Дуб дубовый стоит тут, и вот из него ничего получить нельзя. Добиться никакого ответа похоже на такую, знаете, мудрость, которая в Древней Греции была у досократиков, о том, что многознание уму не научает. То есть он его пытается спрашивать на какие-то вещи, Ансель Мланский ему просто в упор не отвечает, и Пьер Абеляр пытается так потихоньку переставать ходить на его лекции. Ну, потому что зачем это нужно, все равно особо ума оттуда не прибавится. Вот, и, естественно, как я уже сказал, человек, он уже был известный достаточно к тому моменту. И, естественно, все замечают, что он перестает туда ходить. Обида, что называется, и у Ансель Мланского очень большая, то есть у него очень тоже сильно обиделся. То есть здесь вот эти вот ситуации как раз были. Дальше Абеляр как раз продолжает читать, несмотря ни на что, он продолжает, в принципе, читать лекции по философии, несмотря ни на какие преграды. То есть, смотрите, опять же, тот путь, который он выбирает, он достаточно интересный. Он начинает, и более того, у него вот после общения с Ансельмом Мланским сложилось, и очень интересное такое представление о мире. Он начинает вообще представлять, он говорит, слушайте, зачем мне нужен какой-то трактовщик Библии? Если есть Библия, если есть я. Если есть я, я сам могу прекрасно это все прочитать, сам прекрасно могу разобрать, да я-то еще и поинтереснее буду. Вот, собственно говоря, он говорит, что Библия доступна, должна быть доступна всем. То есть, понимаете, вот здесь, опять же, можно найти корни того, что мы потом получим и в протестантизме, и у Лютера, о том, что христианство должно быть доступно каждому. Да, о том, что религия, религиозные какие-то тексты, они должны быть доступны каждому. Ну и, собственно говоря, он занимается такой преподавательской деятельностью очень долгое время. И тут случается такая история, что, ну я думаю, что это самая запоминающаяся история, это их встреча с Элоизой. Надо сказать, что был такой каноник, его звали Фульбер, и вот этот вот самый Фульбер, у него была дочь Элоиза, девушка безумно красивая, но по тем временам очень тоже, скажем так, нечастое явление, умное еще и образованное. То есть она точно так же, она стремится к знаниям. Я думаю, что, возможно, они с Абеляром вот по этой стезе очень так сошлись, скажем так, о тяге к знаниям. И вот они вот как-то по этой теме сошлись. Но надо сказать, что Абеляр влюбился в нее незадолго до того, как ее отец пригласил его как раз преподавать к дочери. То есть он в нее до этого уже был влюблен, и он в своей книге описывает это, как что каноник Фульбер, он столь юную овечку сам подсунул голодному волку, пишет он о себе. Вот, то есть там прям описание... Короче, если вы решите вдруг почитать историю моих бедствий, то вы получите как раз 50 оттенков серого. Вот, с вот этой вот БДСМ тематикой и так далее в средневековом стиле. То есть там как раз описывается и их, скажем так, влюбленность в друг друга, и то, что губы друг друга, скажем так, соблазняли гораздо больше, чем книги. Когда папенька там уходил, они предавались совсем не книгам, не книжному чтению, не занятиям. В те время, понятное дело, было нормой это пороть учеников. Чтобы не было никаких подозрений, он эту самую Лоизу иногда порол. У него там прям большие-большие опусы по поводу того, как он это делал, ну и прочее, прочее. Прям такая веселая БДСМ история. Все это закончилось. Надо сказать, что достаточно... Я даже не знаю, как сказать хорошо. С одной стороны, у них появился ребенок. Естественно, Фульбер, не будучи дураком, ребенка уже заметил. Ребенка они назвали астролябией. В общем, уникальные тоже вот в этом плане люди. Вот, естественно, Фульбер, да, дочка опорочена. Значит, что тогда в этой ситуации делать? Значит, с одной стороны, Абеляр не отказывается от того, чтобы на ней жениться. Но так как он хочет стать священником, то есть он все-таки хочет усидеть просто на двух стульях. Он хочет усидеть на двух стульях. И в этом плане у него, конечно же, случается промах. Кстати, при этом, при всем, даже если читать переписку Элоизы и Абеляра, переписка их сохранилась, когда они там были в разлуке и так далее, то вот она, в принципе, была не против того, чтобы он и принял и сан, и постриг. Ее это вообще никак не смущало. То есть ее это не смущает от слова абсолютно. И надо сказать следующее, что при этом при всем они, в принципе, они бежали от отца, потому что отец был вообще-то в бешенстве. И кара настигает Абеляра, потому что, будучи в одной из гостиниц, его оскопляют. Ну, собственно говоря, то, чем совершил грешное дело, за то и поплатился, тема поплатился. Вот, соответственно, его оскопили. Дальше он описывает потом, он говорит, не столько мне было больно, сколько было обидно. И сколько, скажем так, позора, который, то есть вот у него, он где-то, может быть, продолжает вот эту вот историю, он так или иначе продолжает историю, которая была связана, например, у Августина с его исповедью. То есть это произведение безумно личное. Дальше уже они были порознь, каждый из них находился в своем монастыре, ну и по порознь они умерли. Но надо сказать, что где-то, по-моему, уже в 20 веке их могилы, ну там, скорее всего, предположительно, это были их могилы, и их, скорее, вот соединили уже вместе. Поэтому вот эта вот история, она на самом деле с одной стороны грустная, с другой стороны очень возвышенная. Но в итоге, в любом случае, Элоиза, она очень хорошо понимала Пьера Абеляра, она понимала его какие-то стремления. То есть, наверное, я думаю, что можно сказать, что они в этом плане нашли друг друга, вопреки родственникам, вопреки вот этим вот всем обстоятельствам. Хотя, честно говоря, как преподаватель, который работает в УЗИ, я считаю, что это, точнее, работал в УЗИ, я считаю, что это абсолютно неправильно, некорректно, так быть не должно, но, тем не менее, вот такая вот история тоже была. Вот, поэтому эта история, да, они там продолжают как раз переписываться. Эту переписку вы можете прочитать, она, в принципе, есть и в свободном доступе, очень тоже такая красивая. Если вы думаете, что на этом его путешествия закончились, то вообще нет, потому что, несмотря на то, что он, в принципе, прожил достаточно такую, несмотря, точнее, на события, которые были в его жизни, да, и оскоплений и прочее, 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 прожил-то он около 60 лет, то есть достаточно много. Он, собственно говоря, с одной стороны удаляется в одну из келей, и там приступает уже обратно, точно так же продолжает читать лекции по философии и, соответственно, богословия. И, видимо, у Пьера Абеляра, у него был такой невероятный дар, талант читать лекции, потому что, что бы ни происходило, он привлекает к себе везде учеников. То есть вот такое вот очень такое правило. И, естественно, да, как только он опять себе начинает набирать учеников, естественно, вокруг него тут же начинают появляться какие-то враги, которые его начинают обвинять в том, что вот он читает какие-то еретические учения, какие-то вот прочие вещи. Его обвиняли в том, что он придерживался арианства. Собственно говоря, причины, по которым его обвиняли, я скажу немножко позднее. Дальше. Был создан собор в 1121 году, и, соответственно, духовенство которого уже, в принципе, было, ну, скажем так, достаточно фанатичное. То есть оно было уже уже очень фанатичное. Мы тут начинаем уже иметь дело с прям абсолютно такой фанатичной религией. И вот эти вот вещи как раз... И при этом, что самое удивительное, надо тоже понимать такую вещь, что несмотря на то, что ровно точно так же, как у Пьера Абеляра, всегда находились враги, у него ровно точно всегда так же находились и защитники. Но при этом защитники его не смогли отстоять. И Абеляра признают еретиком, и наказание публично сжечь свои работы. Вот. И, соответственно, вот эта вот история, она происходит, вот эта вот такая ситуация, то есть он уже официально является еретиком, но который отказывается от своего еретического учения. Опять же, точно так же, Абеляр получает в этом плане очень большую поддержку. Потому что, да, все понимают, что его оклеветали и не очень справедливо. Но через какое-то время ему получается восстановить, ему получается восстановить, скажем так, собственное влияние. Его назначают, если мы говорим совсем тоже кратко, то есть у него там несколько лет были достаточно спокойны, но против него выступают два еще тоже таких представителя, Бернар и, соответственно, Норбер. Да, вот они выступают как раз против него, то есть там начинаются вот эти вот все истории, и он пытается обратно бежать в Британь, он, надо понимать, что он был не способен, то есть он там, в принципе, занимает одну из определенных должностей, но он, видимо, был не способен управлять каким-то, то есть будучи хорошим оратором. Это, кстати, такое, знаете, для меня тоже, наверное, очень важный вопрос, и как для преподавателя в нынешних условиях, то есть, например, должен ли быть преподаватель хорошим бюрократом? Вот в Пьере Абеляре у него, видимо, получилось так, что хороший оратор был гораздо больше, лучше, нежели, собственно говоря, нежели бюрократ, и он не смог справиться с управлением, потом отправился сам в уединение, и вот там уже написал часть работ, но одна из которых, да, это история моих бедствий и несчастья, то есть, это вот основной такой костяк, которая здесь и встречается, то есть, это, с одной стороны, литературное произведение, кстати, надо отметить, что Пьера Абеляре, он еще отметился, кроме того, что он преподавал философию, теологию, он еще занимался музыкой, и он еще занимался поэзией, то есть, он, например, пишет произведения, которые посвящены, например, христианской проблематике, поэтические произведения, которые посвящены разной проблематике. Если мы говорим про его учение, то оно достаточно противоречиво, как и сам Пьер Абеляр, то есть, его философия, я бы даже где-то сказал, что она в поиске. Философия, знаете, это всегда такая вещь, это всегда поиск, это всегда поиск ответов, которых, может, мы никогда не получим, и его, вот, я так думаю, что его, наверное, не устраивала вот эта вот позиция о том, что эти вот теологи, они уже пришли к одному из мнений, и вот они с этим мнением живут, им хорошо. А его это не устраивало. Более того, здесь надо понимать, что Аристотель пока еще не распространился, ни в коем разе, Аристотель еще не распространился никоим образом по Европе особо, да, то есть Аристотеля, если и знали, то только по переводам боеца, по переводам его логики, больше-то особо-то, ну, не представляли, то есть не было такого, знаете, супер-желания там, типа, прочитать метафизику, а арабы-то в это время читают и метафизику Аристотеля и так далее. Он достаточно хорошо, Аристотель был законсервирован в, давайте даже более правильно скажу, в арабоговорящем мире. То есть это не только арабский мир, да, но это арабоговорящий мир, сделан немножко шире. Вот, и здесь надо понимать, что одна из работ, которых он пишет, она достаточно интересна, потому что он пишет работу, которая называется «Диалог». Диалог кого? Знаете, как в каком-нибудь таком советском анекдоте, что в бар заходят там какие-нибудь американец, русский, немец и так далее. Вот у него там точно такая же история, только все дело происходит во сне, вот он видит определенный такой сон, куда приходят, соответственно, иудеи, христианин и философ. Вот, и они начинают разбираться, они приходят как бы к первой абеляру и говорят, слушайте, ну каждый из них убежден, что у него самая классная религия, ну, про философа, знаете так, самая классная идеология. И они у абеляра пытаются спросить, то рассуди нас, пожалуйста, вот у нас есть такие-то, такие-то догматы. Мы что, не правы, что ли? И чья религия лучше? Пьер абеляр на себя берет вот эту функцию, видимо, он в поиске, то есть вот видимо, как Платон в свое время использовал Сократа, да, как такую концептуальную фигуру для того, чтобы выразить свои идеи. Видимо, точно то же самое происходит и здесь, потому что Пьер абеляр дает отчет. Окей, часть истины есть в иудаизме, часть истины в христианстве, часть истины есть в философии. Тогда каким же образом распределить вообще, кто в этом плане прав, прав, кто является правым, кто является неправым. Вот, то есть получается, вот это вот как раз такая вот история. И Пьер абеляр, он как бы, видимо, вот в этом разговоре очень полемичном, он полемизирует сам собой, потому что, видимо, в его душе тоже борются разные вот эти вот противостояния. А я просто немножко тоже забегая вперед, скажу, что этот жанр диалогов, он уже становится потом популярным. Не совсем уверен, что это прям вот под влиянием прям совсем Пьера абеляра, но тем не менее. То есть там, например, Маргарита Британская, она тоже будет писать, знаете, головоломки средних веков. Она там типа пишет много-много частей души, которые друг с другом разговаривают. Вот, видимо, и здесь это вот тоже было в этом плане очень в духе времени. То есть это такая вот живая полемика, живая сочная полемика, которая, в принципе, да, Пьер абеляр мало ли что ему могло присниться. То есть это какой-то, знаете, сон, вот который, он же, как мне кажется, да, почему он помещает это в сон? Потому что это такой дисклеймер, то есть некоторое предупреждение о том, что из серии типа «Все совпадения случайны» с реальными личностями, мало ли что мне тут могло присниться. Вот, поэтому вот эти вот истории есть. Также у него есть работа, тоже очень полемичная, я сейчас о ней чуть-чуть более подробно скажу, которая, например, называется «Да-нет». То есть где он берет самые спорные места из Библии, ну, потому что он человек был очень знающий тоже, что в Библии, ну, да, скажем так, мягко говоря, много спорных моментов. Вот я вам в прошлые разы пытался красиво вещать, да, про герминевтику, о том, что вот там учили, о том, что вот если в Библии есть какие-то спорные места, то вот их, значит, к ним надо отдельное внимание, значит, там и так далее. Это патристика была. А вот здесь вот уже у Пьера Абеляра, он такой, так, здесь спорные места, значит, давайте возьмем такую штуку, как мозг, как разум, и начнем с вами разбирать. Значит, давайте начнем разбирать как раз вот эти вот вещи, начнем разбирать, что оно вообще из себя представляет, да, и, условно говоря, вот эти вот концепции тоже связаны с разумом, да, то есть, что разум вообще-то должен теперь все объяснять. И, видимо, вот эта вот проблематика, да, потому что средние века, она становится фактически одной из самых главных. Что важнее, вера или разум? То есть, они фактически находятся в такой, ну, фактически тоже в таком постоянном сражении, это начиная вот с самого раннего христианства, вопрос о соотношении веры и разума. Такая вещь, которая действительно многих волновала. И для Пьера Абеляра, для него главным пунктом это, конечно же, становится разум. То есть, все должно быть объяснено. То есть, все должно быть объяснено, все должно быть логично. И он фактически делает такую, ну, если хотите, диалектическую штуковину. То есть, он фактически берет, делает тезис, антитезис и синтез. Какой-то вот определенный на этом всем моменте. Вот, то есть, это то, что касается этих вот вещей. Дальше, если мы говорим про вот эти вот работы, да, они же абсолютно не теологические. То есть, вот этот флер, скажем так, монашества, что ли, флер теологии, он фактически полностью исчезает. Да, его фактически здесь, в этом плане нет. Это то, что касается его данных работ. Точно так же через, да, у него еще работы, которые посвящены, например, этике и греху. Да, как человек, который прекрасно, как мы увидели, сегодня вообще разбирался во грехе. Уж кто-кто, а Пьер Абеляр точно вам, вам про грехи-то точно все расскажет. Он говорит про такое понятие. Он берет и разграничивает, типа, понятие, во-первых, порока, злодеяния и греха. То есть, смотрите, он, во-первых, он жуткий гуманист. То есть, вот Пьер Абеляр, это такая тоже и весточка гуманизма, наверное, которая приходит, такая небольшая. Он говорит о том, что есть, в принципе, порок. Что такое порок? Порок — это то, что человеку, в принципе, не искоренить прямо вот из своего сердца. То есть, человек уже рождается порочным. Порок — это человеческая склонность к чему-то, которая, скажем так, предопределена физиологически. То есть, наша с вами порочность — это то, что встроено в нашу биологию. С этим ничего не поделаешь. А вот дальше он как раз уже в духе такого вот действительно христианского размышления он говорит про свободу воли. То есть, условно говоря, Бог дает свободу воли. И вот эта вот концепция, она очень тесно как-то переплетается, наверное, с Аристотелем, потому что он говорит, да, Бог не факт, что он, скажем так, Бог не факт, что он знает всех, да, что он прямо вездесущий. У нас есть вот эта вот свобода воли, и, скорее всего, Бог — это такая вещь, как первый двигатель. Да, вот как говорил Аристотель, то есть, вот он как-то здесь с ним в этом плане очень похож. И, условно говоря, да, суть вообще христианства — это в том, чтобы победить вот эту вот самую порочную природу. То есть, условно говоря, победа духа, соответственно, над неидеальными какими-то желаниями, над идеальными пороками. И понятие греха и злодеяния, то есть, здесь тоже вот эта вот вещь, которая здесь встречается, оно в этом плане, да, соотношение злодеяния и греха, оно здесь тоже будет играть свою роль. То есть, смотрите, грех — это, скажем так, грех — это именно понятие такое, ну, если хотите, теологическое, христианское. А вот злодеяние — это как раз уже более светское. То есть, уже такие вот, в принципе, может быть, даже где-то только наметки, попытки разделить светское право и церковное право. То есть, он, в принципе, намечает. Потом мы с вами еще обязательно увидим, оком это уже сделает более своей такой, если хотите, тоже можно здесь сказать, бритва. Да, 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 да. В Ильи Моком, который создатель бритвы, вот он как в свое время своей бритвой точно так же разделяет уже церковную светскую власть. Вот, скорее всего, Пьера Беляра, он какие-то первые штрихи вот этого разделения, он уже в своей этике, он так или иначе, собственно говоря, намечает. Собственно говоря, да, если мы обратимся, во-первых, к его работам, то, конечно же, получим еще тоже такую достаточно важную интерпретацию о том, что очень важная интерпретация, которая здесь будет, это то, что он отказывается, в принципе, от своих каких-то... Ну, во-первых, да, его работа, она очень, скажем, мягко говоря, его очень сильно восхваляет. То есть, понятное дело, автобиография, то есть он там такой герой-любовник, раскаившийся, то есть там просто есть все. Но при этом, при всем, там действительно нет вот ничего монашеского. При этом вот эти вот аспекты, он очень четко... Я думаю, что он прям пытался специально сбежать от какого-то сухого стиля. То есть, если там читать, там очень образный, очень метафоричный язык. Вот. И, собственно говоря, вот это вот основные здесь аспекты, которые здесь будут. Дальше, если мы говорим про переписку, например, Беляра и Элоизы, то там, во-первых, от Элоизы какое-то очень странное ему там предисловие, там, ты мне отец, ты мне не отец, там, сын, там, какие-то вот такие перебирания родственников, скажем так, достаточно интересные. При этом она, видимо, написала ему с очень такой вот большой любовью, а Беляр ей уже отвечает сдержанно. Ну, видимо, была такая, знаете, какая-то, может быть, попытка дистанцироваться, что ли, потому что им обоим было мучительно больно. И я думаю, что вот это вот такая тоже определенная тоска не быть, скажем так, то, что невозможно быть с любимым человеком, да, делает его более отстраненным вот от этой всей ситуации. И, собственно говоря, он там ее просит, да, вот если тоже еще говорим, чем вот эта вот история заканчивается, да, он ее просит, ну, как бы не бередить ему рану и, собственно говоря, не писать вот каких-нибудь там слезливых таких писем. Ну, и как мы знаем, что Элоиза, она была достаточно ему покорна, вот, она ему больше писем не писала. Это то, что касается вот еще каких-то аспектов, которые я недорассказал. И здесь вот эти вот моменты тоже еще надо акцентировать. Значит, во-первых, он говорит о том, что веру так или иначе, то есть, смотрите, он не выступает против христианства. То есть, несмотря на то, что его обвиняли в еретичестве, в еретическом учении, он все равно считает себя христианином. То есть, у него вот такая вот христианское понимание свободы, где он просто считает, что надо все аргументировать именно, ну, скажем так, через логику. И в этом плане он такой абсолютный схоласт. То есть, вот то, что все должно быть логично, то, что все должно быть выверено, и в том числе христианство. Но при этом, при всем, Пьер Абеляр не видит никакой угрозы в философии. То есть, если помните, в патристике у Филона, у Климента Александрийского были как раз вот эти вот идеи о том, что философия является где-то водителем от язычества к христианству. То есть, она фактически берет за руку. И в этом плане Пьер Абеляр, он продолжает вот эту вот идею, что философия, она в этом плане продолжает воспитывать. И плюс, он говорит такие вещи. Очень полемичный автор, понятное дело, за что его ненавидели. Он выступает, например, против критики ныне действующей церкви. На тот его момент он говорит, что смотрите, какие там люди сидят в этой церкви. Они-то ведут себя как плохо, да, едят много и так далее. То есть, они сами не соблюдают, не следуют тем канонам. Они сами грешат очень много. И то, что они находятся на руководящих должностях, это их никак не оправдывает. Он говорит, а теперь обратите внимание на философов Древней Греции. В Древней Греции, конечно же, были более порядочные люди. Они были язычниками, но они были более порядочными людьми. Они были философами. И вот как с этим тогда должно обстоять дело? То есть, как мы должны к ним относиться? Делает, условно говоря, только то, что человек принял христианство, или же делает на самом деле его праведный образ жизни? То есть, это такой интересный тоже момент о том, что, ну вот, да, человек не был христианином всю свою жизнь. Но если он прожил праведно и так далее, это что должно как-то его ограничивать от того, что он попадет в рай, что он будет лишен только потому, что он не знал о существовании Иисуса Христа? И, конечно, вот ему вот эта вот идея, она очень, скажем так, не нравится. И плюс, получаете здесь, да, вот эту вот критику церкви, очень активную, очень такую прям полемичную. То есть, он прям, ну как бы не боится критиковать грехи церкви в открытую. То есть, он говорит, там люди-то не самые шикарные сидят. Вот, поэтому его вот эта вот идея, она как раз очень активно выделяется. Дальше. Следующая его черта, его вообще философия, что христианство как таковое, оно должно быть понятным. Тут как раз, опять же, вот у нас какая-то сегодня фигура, вот эта вот, которая постоянно вылезает, Уильяма Оккома, который через некоторое время будет, он же про то же самое говорил. Философия должна быть понятна, ну и христианство должно быть понятным. То есть, надо сделать так, чтобы не вот эти вот какие-то, да, потому что, там, посмотрим, потом там красивые вот эти вот концепции христианской философии средних веков, там их же просто очень сложно разбирать, невозможно разобрать, очень сложно. И вот эти вот вещи, конечно же, они встречаются. И вот именно поэтому он пишет свою работу, да, нет, чтобы теология, философия, она должна быть доступной и понятной. То есть, не надо закрываться в непонятные термины, в непонятные слова. Философия должна быть доступной. Ну, кстати, возможно, вот эти вот идеи, они, в принципе, откликались с его какой-то риторикой, которую он вообще себе предлагает. Да, и, видимо, теми риторическими приемами, которые у него были. Вот, потому что, видимо, он тоже все объяснял очень понятно и очень доступно. Поэтому я думаю, что здесь тоже такая корреляция, в принципе, есть. У него очень, скажем так, он очень плохо относится к церковным авторитетам. Авторитеты церкви для него фактически ничего не представляют. Вот, поэтому вот эти вот все аспекты есть. Надо сказать, что вот эта вот работа, она, в принципе, по своей структуре. Не надо думать, что он какой-то эссеист. Его работы, они достаточно хорошо продуманы. Они, ну, по многим параметрам не уступают какому-нибудь Фоме Аквинскому, который будет чуть-чуть позже. То есть они ни в коем случае вот это вот не оставляют вот эти вот аспекты. Дальше. И он говорит такую вещь, что языческая философия, как я уже сказал, она имеет право на существование. Более того, он во многом очень всегда, он очень часто апеллировал к языческой философии. То есть он говорил о том, что вот эта вот самая языческая философия, это на самом деле вот туда надо смотреть, смотреть на этих греков и у них учиться. И он очень многих тех теологов, которые вот уперлись в свои тексты, в богословские тексты и ничего кроме этого не видели, он их очень любил потроллить на эту тему. Потому что он чаще всего любил больше, больше относился, скажем так, хорошо, он лучше знал, чем они, философию. И он всегда их вот этим вот фактом мог потроллить. Он говорит, ага, а что Аристотель писал по этому поводу, а что Платон писал, давайте обратимся к ним и так далее. То есть вот у него была такая в этом плане постоянная игра с церковью. Вот, это то, что касается вот этих вот моментов. Собственно говоря, Абеляр вообще предлагает, в принципе, вот теологию из нее сделать такой вот фактически просто предмет. Фактически, ну то есть это не вот что-то духовное, там какая-то цель, а это вот просто один из предметов. И, естественно, очень многие этого боялись и этого пугались. Вот, поэтому вот я думаю, что очень кратко я сегодня постарался обозначить, в принципе, основные позиции его биографии, основные позиции его жизни. Вот, это такой был действительно певец свободы, это такая, знаете, тоже в этом плане была первая ласточка свободы, юридической свободы, начало отделения церкви от государства. Вот, и, в принципе, да, вот я думаю, что он в этом плане стал такой очень заметной, ключевой действительно фигурой, который обозначил вот эти вот вопросы. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Некрасовской библиотеки, обязательно подписывайтесь на мой канал Философское мнение, я там о многих философах рассказываю, не только о средневековых, вот, и обязательно на мой телеграм-канал, тоже вот, который также называется Философское мнение. В следующий раз будет лекция, посвященная Шартерской школе, может быть, еще чуть-чуть поговорим про Сен-Викторскую школу, ну, вот они там прямо вот уже такие немножко занудики, вот, которые вот больше, ну, в принципе, которые сформировали основной костяк католической церкви, и вот посмотрим тоже вот эти вот все аспекты. Все, поэтому спасибо большое, и тогда до следующей субботы. Субботы.